Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективная и достоверная в программе в центре внимания. Представляем вашему вниманию программу IWPR, радиоинститута по освещению войны и мира. Здравствуйте, у микрофона Мери Масаналы. В рейтинге восприятия коррупции, составленной Международной организацией Transparency International, Кыргызстан относится к числу стран с высоким уровнем восприятия, находясь на 123 месте из 175 стран. Методы антикоррупционной борьбы не дают эффективных результатов. В стране, к примеру, взяточничество превратило целую культуру. Люди сами привыкли предлагать и давать взятки врачам, бизнесменам, судам, учителям, преподавателям, вузам, госслужащим. И этот список может длиться долго. Никто, в принципе, не скрывает. Никто, в принципе, не скрывает. Чтобы решить свои вопросы или проблемы, прибегает к сдаче взятки. Например, в системе здравоохранения пациенты сами привыкли давать взятку врачам, даже если врач не просит денег. По словам молодой мамы Эльнуры Искенова, она еще будучи беременной договорилась и оплатила врачам за благополучные роды и пристальное внимание. Полгода назад в нашей семье появилась маленькая наша дочка. Моя беременность проходила чуть-чуть с осложнениями, поэтому мы заранее пошли и договорились с врачами. Вот за их услугу мы примерно оплатили 7 тысяч. Рассказала она. Или просто всем так лучше и удобнее. Родители Амира не скрывают, что давали деньги, чтобы устроить сына в садик, а затем и в школу. Но ведь хочется как лучше для своего ребенка. Но говорить и рассказывать об этом органам не собирается, так как их ребенок может лишиться своей школы. Для того, чтобы устроить садик, мы дали деньги, ну как бы спонсорство. Так как там не было мест и вообще мы не относились к этому району. Ну и так далее, тоже дали деньги, чтобы отдать желаемую и сильную школу. Рассказывает она. Такой алгоритм сложился в народе. А на уровне государственной политики активную борьбу с коррупцией объявил нынешний президент Алмазбек Атамбаев, который признал, что это явление стало способом управления страны. Была разработана стратегия антикоррупционной политики. Составлены планы борьбы во всех госорганах. Учреждено даже отдельное ведомство. Антикоррупционная служба при Госкомитете нацбезопасности. Ведомство уже достигло определенных результатов. Как вы знаете, АКС Крым Бакарийской Республики был создан 14 декабря 2011 года. За весь период по статье коррупции, а также по статье выморядки и ситуации взятки было возбуждено 180 уголовных дел. Кроме этого еще должностные и экономические преступления. И в этом плане было возбуждено 962 уголовных дел. В целом было привлечено к уголовной ответственности 1248 различных должностных лиц. Из них 228 отбывают сроки наказания. Из всего возбужденных уголовных дел на сегодняшний день 488 закончены и отправлены в суд. Из них были окончательно вынесены приговоры 195 уголовным делам и были осуждены 264 должностных лиц. Поделился Сулайманов. Как рассказывает пресс-служба комитета, только за 2015 год было возвращено бюджет государства 244 миллиона сом. В целом за 4 года АКС смог вернуть бюджет 1 миллиард 317 миллионов сом. С начала 2015 года за 7 месяцев было выявлено ущерб бюджет 901 миллион сом. И по работе антикоррупционной службы из них было возвращено 244 миллиона сом. Это данные за 2015 год за 7 месяцев. Кроме этого, в 2012 году в целом было выявлено ущерб 1 миллиард 368 миллионов сом. Из них было возвращено 102 миллиона сом. В 2013 году было выявлено ущерб 1 миллиард 353 миллиона сом. Из них было возвращено 778 миллионов сом. А в 2014 году было выявлено 1 миллиард 753 миллионов сом. Из них 437 миллионов сом было возвращено в бюджет. Несмотря на проводимые работы, также высказывается мнение, что борьба с коррупцией происходит избирательно, а законы удобны для разной трактовки. Некоторые активисты придерживаются мнения, что борьба с коррупцией служит инструментом избавления от неугодных власти чиновников. Революционная власть, которая пришла после этих событий в 2010 году, она понимает о том, что это возмущение в людях остается. И поэтому пытается вот это возмущение, на это возмущение каким-то образом ответить. Но эти ответы сталкиваются с другой целью власти, которая связана с подавлением инакомыслящих оппозиционных деятелей. Потому что, в принципе, на любого деятеля нашей политической элиты, которая существует здесь, на него можно возбудить уголовные дела. И этим власть, в принципе, пользуется. Потому что, почему это связано? Потому что не было иллюстрации. И, в принципе, та элита, которая существовала и во время Акаева, во время Бакиева, она продолжает существовать и сейчас. Но существует определенная риторика власти, которая связана с тем, что нужно с коррупцией бороться. Я считаю, что борьба ведется не системно, не в комплексном формате. Потому что во многом под каток административной машины, госмашины в виде судов, в виде обвинения, в виде возбуждения уголовных дел руками генеральной прокуратуры, являются в основном лидеры, которые потенциально обладают ресурсом, властями и независимы от власти. И, напротив, во многом те люди, которые приближены к власти, дела не возбуждаются. Если даже дела возбуждаются, они сыпаются на уровне судов. Тут закрадывается сомнение в самих справедливых действиях прокуратуры. Закрадывается сомнение в том, что она нарочно, очень слабо подготавливает юридическое обоснование для обвинения, в отношении особенно тех лиц, которые приближены к власти. К примеру, у Меркулов, к примеру, другие лица, которые являлись примером того, что власть не смотрит на то, чтобы возбуждать так-так-так. И вот коррупция, она напрямую связана с системой власти, потому что на самом деле все силовые органы, они подчинены президенту АКС ГКМБ, Генпрокуратуру, МВД. Говорит активист Адиль Турдукулов. Если вспомнить последние громкие дела прошлого года в стране по коррупции, то одно из дел – это приговор экс-руководителю аппарата президента страны Данияру Нарымбаеву, которого приговорили к трем годам, и бывшего депутата парламента Хаджимурата Каркмазова. Его приговорили к одному году и шести месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Суд призвал обоих виновными по статье «Коррупция». Против прошлого мэра Исио Муркулова главный надзорный орган тоже возбуждал уголовное дело по незаконной выдаче в частную собственность земли парка имени Дайра Санова. Но, как мы видим, это не помешало ему занять кресло депутата Джоргу Кенежа шестого созыва. Отметим, на кресло мэра Умуркулов пришел, будучи депутатом от фракции с ДПК. Другой пример. Чиновник имеет бизнес и пользуется служебным положением для его лоббирования. К примеру, компания нынешней главы государственной регистрационной службы Таирбека Сарпашева «Градиент» бытность его вице-премьер-министром выигрывала почти все государственные тендеры. Еще свежа в памяти история о ковровом тендере для парламента. В сентябре 2015 года в портале «Открытый бюджет управ делами президента» сообщила, что победителем тендера на закупку ковров для здания парламента стала компания «Футура», хозяином которой является 22-летний Бигджан Нукешулу, сын Нукеша Коджубергенова, заместителя директора Центрального казначейства при Минфине. Благодаря Нукешулу бюджет сэкономил 2 миллиона, так как вместо выделяемых 5 миллионов, «Футура» предложила закупить ковры на 3 миллиона. Остается загадкой, почему, если можно закупить ковры за 3 миллиона, управ делами предложила 5. По словам директора представителя Transparency International в Кыргызстане Адалбека Шашамбаева, вся наша цепочка коррупции складывается из нас самих. Незнание и недоверие людей. С нищенской зарплатой невозможно делать реформы, согласитесь. Если человек получает деньги, которые недостаточно ему на жизнь, он будет про семью думать и так далее, и все равно это приведет к тому, что он какие-то, может быть, сделает действия. И там же они в этом исследовании говорят, что у нас в стране правовые институты не работают, и неформальные социальные нормы тоже не работают, получается. И они не ограничивают коррупционное поведение. Ни правовые институты, ни социальные нормы. Потому что люди уже привыкли. Это вот один момент. И это усугубляется тем, что оспаривание действий должностных лиц. Вообще главный контролер государства – это народ должен быть. Потому что верховная власть – это она у народа. Потому что народ избирает Джордж Киэш, например, и президента. Мы же им оказываем доверие, чтобы они служили. Ну и там дальше по цепочке пошли все министры, и вплоть до самого клерка, самого низшего взаима. Мы платим налоги, и на эти налоги они как бы существуют. А на самом деле получается, что вот эти вот услуги государственные, они приходится платить за них. То, что, допустим, по конституции у нас бесплатно написано. Те же школы, да, вот мы собираем деньги, и сдаем. И тут опять создается вот это вот недоверие, да, государству со стороны людей. Потом вот часто говорится, что вот люди могут быть пассивные или активные, да, могут они заявлять о коррупции. Тут тоже большая проблема, вот в том же исследовании отражается, что из-за того, что люди вот не знают того органа, куда надо обратиться, или если даже знают, они не знают процедур, как это сделать. Если даже вот он созрел, да, ну ладно, вот у него было недоверие, но его довели. Он хочет обратиться, зачастую они не знают, куда отращаться. Информации недостаточно. Да, информации недостаточно. И если даже знать, допустим, вот надо пойти в прокуратуру. Ну как это сделать, и как это отразится, какие-то последствия будут, или что. Он просто не имеет таких знаний, да. И поэтому большинство решает не идти. Вот это тоже один из итогов этого исследования, понимаете. И вот это вот все, оно в совокупности дает ту ситуацию, которая у нас сейчас есть. Рассказал он. По данным Transparency International, за 2015 год Кыргызстан по сравнению с 2014 годом поднялся на 13 позиций. Но эти сухие цифры не отражаются на жизни простых граждан. В лидерах высоко коррумпированных сфер остается система здравоохранения, образования, Айлукмуту, мэрии, Акимяты. Недавно, отвечая на вопросы журналистов, секретарь Совета обороны Темир Джумакадыров сообщил, что некоторые государственные органы просто не реализуют требования по искоренению коррупции. Правительство, наступившем в 2016 году, одной из главных задач обозначило борьбу с коррупцией и вывод из теневой экономики. Будут ли результаты в данном направлении, покажет итог 2016. Материал специальный для IWPR подготовила Мунара Бурумбаева. На этом наш выпуск завершается. Журналисты программы IWPR ради Института по освещению войны и мира следят за развитием актуальных событий. Все материалы и репортажи вы можете читать и слушать на сайтах iwpr.net и kabar.asia. Оставайтесь с нами. Мирим Астаналы. Услышимся.